Библейский канал Экзегет Вопрос, в какой части миря нам нужно укреплять свою волю, а в какой отказываться от нее? В какой части? Нужно стараться, чтобы наша воля совпадала с волей Божьей, и в этой части максимально быть стабильными в исполнении нашей воли, которая согласна с волей Божьей, не противоречит воле Божьей. Вообще вся наука аскетики предполагает волевое усилие над собой, практику тренировки своей воли в достижении добра. У падшего человека часто воля ищет удовлетворение своих страстей греховных, а человек, который вдруг направляется в сторону Бога искренне, усердно, он употребляет волю. И тренирует его, чтобы она была сильнее и сильнее, чтобы исполнять волю Божью. Ну, конечно, в какой-то части это достижение человека, в какой-то части. Ну, потому что мы можем посмотреть даже на неверующих людей, и у них тоже есть воля. И иногда их воля в достижении своих земных целей бывает очень-очень сильна, убедительна. Но, конечно, уникальное состояние, когда наша воля еще подкрепляется Святым Духом, тогда человек может делать сверхъестественные вещи. Естественные человеку доступно, сверхъестественные человек совершает только по соединению со сверхъестественным. С Богом! С Богом!